продолжаем тур по общежитиям и сын ю значит сегодня я планирую просто походить снаружи показать что у нас есть какие сервисы предоставляются для студентов например сейчас я иду на обед покажу чем нас кормят и в ну вообще в принципе хочется рассказать как проходит мой день вот после обеда у меня будет лекция а после лекции мы договорились встретиться с моим одногруппником из афганистана его зовут заби и он будет готовить для меня свои национальные блюда вообще у нас много национальности в группе 19 разных стран со всего мира и сегодня будем знакомиться с афганской культурой и с афганскими национальными блюдами ну все буду двигаться потихоньку на обед и вот по пути сейчас хочу немного рассказать про велопарковки здесь такие стоят велопарковки перед каждым зданием мой велик крайний слева шоссер брал такой самый простой за 300 долларов алюминиевая рама и карбоновая вилка бренд вообще какой-то неизвестный куберо ну хочу еще вот обратить внимание на такие велотеги они должны быть на каждом велике который припаркован на территории общежитий и там указано срок действия а также указаны корпус которым живет владелец то есть я заходил регистрировался онлайн и потом мне выдавали такой велотег значит для чего нужны такие велотеги дело в том что многие студенты по окончанию обучения просто бросают их и они накапливаются на велопарковках поэтому чтобы этого не было администрация мониторит это все и то есть если тег просроченный вам вешают сначала на велик предупреждение он так стоит где-то месяц если хозяин не объявляется то этот велик просто срезают и отправляют на металлолом а еще вот хочу показать прикольная тема как доставка работает в корее здесь видите вот этот розовый ящичек то есть это кому-то предоставили еду то есть там что-то лежит я не просто ставят перед входом посылку но обычно это доставка еды посылки доход приходят на основное почтовое отделение а вот еду вот просто ставят перед входом и потом забирают я этого не знал первое время ходил проверял на почту то есть я заказал хлопья овсяные и ходил на почту все это проверял два дня и ну как бы не мог понять где моя посылка и потом я случайно это заметил перед входом они стоят простояли два дня их никто не трону на территории кампуса проживает более 5000 студентов аспирантов и преподавателей вот эти коричневые корпуса это только для магистратуры у них здесь не принято перемешивать разные группы студентов при поселении потому что для разных групп даются разные условия ну что сказать вот у нас действительно такой настоящий студенческий городок тут есть все вот парикмахерская рестораны кафе супермаркет курица пиво там дальше сэндвичи тут можно вообще никуда не выходить даже в город не выезжать но вот этот оливгрин это мой любимый поэтому идем сюда это мой любимый а вот это мой любимый а вот это мой любимый оригинал порткапи порткапи Мой заказ готов. Иду забираю. И сейчас к этому блюду я могу еще взять закуски. В Корее принято ко всем блюдам предоставлять бесплатные закуски. Вот здесь они безлимитно, можно набирать сколько хочешь. Вот есть редис желтый маринованный, потом кимчи и соль. Кимчи это традиционная корейская закуска из пекинской капусты. Они острые, кимчи и соя острые, поэтому я всегда беру редис. Это вообще мой любимый. И вот иногда вместо сои бывает что-то типа морской капусты или салат. Еще можно взять бульон, просто в пиалку набрать. Но как-то без хлеба его есть не прикольно. Вот такая порция стоит 5000 вон или 4,5 доллара. Кимчи. Покачки. Кимчи. 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 Продолжение следует... 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 вот эти белые здания это корпуса для бакалавров тут условия чуть похуже они не живут также вдвоем но две комнаты делят один санузел и душ по моему насколько я знаю тут нет одиночных комнат сейчас зайдем еще в одну столовую которая от университета там где я был это просто как бы частная компания а это вот уже именно университетская столовая для студентов тут цены чуть-чуть дешевле ну может на 1000 на 500 вон будет еда дешевле вот так вот выглядит столовая тут уже заканчивается обед обед 12 до часа столы все разделены чтобы была защита от короны вот перед входом здесь можно посмотреть что заказывать что сегодня в меню вот это вот стоит четыре с половиной тысячи а вот это пять тысяч потом оплачиваете в автомате и получаете на стойке вообще по территории кампуса таких студенческих столовых очень много и у у них у всех разный меню каждый день чтобы определиться куда идти можно просто зайти на сайт универа почитать меню и уже потом выбрать нужную столовую у корейцев очень иерархичное общество и это даже видно вот как они нас распределяют и заселяют во первых разных студентов не перемешивают то есть бакалавры живут отдельно магистры отдельно аспиранты соответственно тоже отдельно и то есть чем выше у тебя уровень тем лучше тебе дают условия то есть те живут четвером магистры уже вдвоем аспиранты имеют свою комнату с кухней ну а у семейных там двухкомнатная квартира потому что ну для ребенка нужна комната отдельно и в этих корпусах также останавливались некоторые одногруппники которые были в карантине то есть частичную часть из нас жила в отеле а части жила вот в этом корпусе то есть тут тоже отдельные комнаты вот сейчас прохожу отель я сидел в карантине и вот тут сразу же стоят палатки где проверяют на к вид потому что студенты заселяются сидят 14 дней потом сразу же их на месте чтобы и нигде не ходили не контактировали с другими людьми сразу оборудовались здесь лабораторию ну тут даже смотрите автобус сразу в аэропорт входит остановка и вот недалеко от этого отеля находится кафе он даже сейчас работает ну я думаю тут поживленнее конечно в нормальное время ну вот тут как раз стоит указатель жилье для студентов которые состоят в браке поэтому нам нужно налево а вот я еще увидел тут есть план всего комплекса нашего всего кампуса конечно он просто огромный то есть то что я вам сейчас показал это вот только вот эта часть вот это вот вот наши корпуса сейчас я нахожусь где-то здесь пусть его здесь эти семейные вот магистры бакалавра вот тут уже аспирантура и семейные а вот это вот это все учебная часть это уже факультеты библиотеки ну и так далее ну туда мы пойдем в другом выпуске значит какая ситуация у зады получилось он женат и он подавал заявку на это жилье еще в прошлом семестре и собирался привозить жену на 3 семестр сейчас вот на осень но сейчас никто не выездной то есть ему дали это жилье но теперь жена с ребенком сюда к нему приехать не могут но он отселился просто чтобы жить хотя бы одному то есть такая сложная ситуация вот тут садик есть недалеко то есть корпуса недалеко от корпусов находится детский сад ну а вот через дорогу тут уже и корпуса вот так они выглядят заходим тут смотрите велик детский стоит коляска явно видно что это семейное жилье значит вход ключей нет тут просто кодовый замок получается вот появляются цифры и набирается код и вот звонок так сегодня мы будем готовить булани афганская национальные лепешки заби уже разгарит это же все готовится я думал мы вместе будем это делать уже замесил тесто заби, что внутри этого тесто? заби, что внутри начинка составляет из картошки, лука, бобов и и по-моему все вот первый уже готов первая окей, сейчас время для другого наш шеф окей, этот, я приготовлю его? да, да, конечно окей, я приготовлю его, хорошо? да окей, это окей, это да, 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 да мы студенты, я имею в виду, мы живем в доме, поэтому мы должны приготовить что-то для себя из-за того вы не любите кодеку корейского? нет, я люблю кодеку корейского, но это очень дорого я не хочу потратить больше денег это 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 и это и это и это и это для каждой для каждой для каждой люди их их я имею это лучше да, да, для украинской 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 будет лучше потому что вы почти вы готовите какую-то традиционную украинскую или сейчас это большая да, это большая и это более большая для болони теперь это ингридент мы можем добавить в 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 Я добавляю бензин, но я взял бензин, как вы видите, это бензин, это бензин, это бензин, я просто взял их здесь, так что сливы будет больше вкуснее. Теперь я беру бензин. Да, это бензин. И вот, на на самом деле, на самом деле, я добавляю бензин. Вы можете пресс-бензин, чтобы было более широкое. how long is it right how long if right for three to four minutes this is the dolls so you came late that's why you didn't film how I made this flour water eggs no without eggs flour water warm water yes salt I mix together and I put it for two hours and it became big and then I distributed and cut it let me made it like dolls I think yeah so after two two minutes or two and a half minutes you can change it пока Заби готовит проведу экскурсию по его квартире он живет один так вот основная комната тут двойная кровать стол есть балкон на балконе поставил полку с учебниками вот так вот живут семейные студенты там туалет ванна и есть еще одна комната ну это наверное для ребенка там сейчас беспорядок Заби how much you pay for this room around 300 dollar and separately you pay gas and electricity gas yeah so in total it's around 350 yeah 50 or how much yeah 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok